Здравствуй, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, и я продолжаю обсуждать новости позже всех. Да, наверное, мне не нужны просмотры, вот халявушку забираю, нам дали, не знаю, за красивые глаза, ну а ты там не расслабляйся, высаживайся поудобнее, ставь свой княжеский лайк, не забывай, братья, подписываться на канал, и отдельное спасибо тем, кто постоянно меня поддерживает, и не только лайком, но и также спонсорской подпиской. И, ребята, вы меня конкретно выручаете, огромнейшее вам спасибо. Далее, что хотелось бы обсудить, конечно же, предстоящее обновление, и, наверное, не просто так я назвал это видео, я пока еще не знаю, как я его назову, наверное, назову видео, это просто офигенно. Хотелось бы матом назвать, но боюсь монетизацию отключить, я свои честно заработанные 2 евро потеряю, но не суть. Ладно, короче, вышла у нас новость очередной раз в телеграм-канале клуба игроков Битвы Замков, подписывайтесь туда, чтобы ничего не пропускать. И там уже, как бы, обсуждается новый снэкпик под названием Гуилд Рояль. Ну вот, знаешь, это у нас, типа, Баттлграундс в Битве Замков, Королевские Игры, Хагалодные Игры, я не знаю. Эскейп Фром Тарков в Битве Замков. Ладно, не суть. Короче, там еще был скрин по поводу облика двух новых героев, уже стало понятно, что будет два новых героя, как бы. Но на это даже будет плевать, если наше предположение, а мое предположение совпадает с предположением клуба игроков Castle Clash, если они все-таки сбудутся. Ну это 50-50, конечно, но тем не менее, если это будет, если это будет реализовано, то это будет невероятно просто круто. Ладно, так, шобы мне вам хотелось показать. Так, где-то я тут подготовился. Ба-бам! Ну вот этот снэкпик, друзья, я его могу покрутить. Тут как бы все видно. Гуилд Рояль, да? Обратите внимание, вот у нас замок. У нас идут войска на этот замок. И это очень схоже. Это очень схоже с той механикой, что была в Лордс Мобайл. Ну, в Лордс Мобайл она мне, мягко скажем, не особо понравилась. Когда там открытый мир, и как бы там у каждой гильдии свой замок, вот это вот бла-бла-бла. Мне, короче, это не зашло. Или, может быть, я просто в Лордс Мобайле это все дело не распробовал. Но в Castle Clash New Dawn, ну то есть вторая Castle Clash, хотя разработчики ее, кстати, не хотят называть второй частью. Это просто Castle Clash New Dawn, причем самая тупорылая. Вот я даже думал скачать эту игру и вам показать, как это в реале выглядит. То есть зайти, вам показать эту локацию, которая, возможно, появится в нашей старой доброй битве замков. Зашел в Гугл Плей, а Castle Clash New Dawn в Гугл Плей до сих пор нет. То есть, понимаете, эти придурки до сих пор не вытащили достаточно прикольную, классную игру в релиз. То есть я перестал в нее играть, но как бы нет смысла, она еще не обновлялась нормально. Сейчас вроде я слышал, там и обновляется, и движуха какая-то есть. Но они до сих пор, куски идиотов, не высунули эту игру в релиз. Вы можете представить, более-менее стоящая игра, за которую не стыдно, в которую интересно поиграть, они ее не выводят в релиз. А я ради того, чтобы вам тут что-то показать на видосе, я не буду сейчас через 7, я не знаю, как это даже объяснить. Я не буду плясать с бубном, чтобы заново ее устанавливать, потому что игра как бы не в релизе, там VPN, не VPN. Ну, вроде там пацаны, конечно, нашли уже легкие способы, но тем не менее. Вот в Castle Clash New Dawn мне, ребят, механика понравилась. Почему? Многие пришли к выводу, что это будет что-то схожее. Я вам сейчас эту самую механику покажу, я же записывал видосы. Смотрите, есть типа общий замок, рядом с ним раскинуты локации по типу, где можно что-нибудь там подзаработать. Там, не знаю, видишь, каменоломня, к примеру, жратва, там еще что-то, вот там рыбу ловить, не суть, да. Идут войска на замок. Это очень схоже на механику, которая присутствует во многих играх. Начиная от Lords Mobile, заканчивая Castle Clash New Dawn и плюс 100-500 остальных игр, где общий мир, и там как бы ты команды армиями носишься, там типа нападаешь на чужие замки. Вот, и если это реализуют в нашей старой доброй битве замков, то это будет невероятно круто. Я думаю, что это вдохнет какую-то определенно, ну, я не знаю, вы слышите или нет, но у меня дочка там на заднем плане песни поет. Ну, не суть. Это вдохнет вторую жизнь в битве замков. Ну, то есть, вот сейчас, реально, у меня появилась какая-то надежда, что все еще не просрано, и что они там что-то все-таки делают и как бы додумываются. А хотя, с другой стороны, что додумываться? Взяли, взяли с Castle Clash New Dawn, скопировали механику гильдии и добавили. В чем проблема? Все круто, все довольны. Да, там, захватываешь территорию. Ладно, давай, я сейчас покажу видос, чтобы вам было все понятно. Так, захват экрана, выключаем картинку. Вот он я там на заднем плане. Ну, как бы ладно, вот так вот сделаю. Себя в себя поставлю. Ну, вот просто смотрите, как это примерно выглядит. Многим эта механика не зайдет. Вот многие из вас напишут в комментариях, что, ну, типа, камон, ну, как бы, херня эта полная, да, ребята? Но, я вам скажу, что я один из тех людей, кому обычно такая фигня не нравится. Но, если это будет реализовано так же прикольно и интересно, как в Castle Clash New Dawn, то есть у тебя там будет мир, и ты будешь не просто там между замком в замок пускать каких-то своих, скажем так, юнитов, да, и ты не будешь просто брать, отправлять, к примеру, на каких-то там только... Вот, кстати, вопрос, будут ли монстры, так и так далее. Потому что в Castle Clash New Dawn как это реализовано? То есть ты с гильдией, с эгильдийцами захватываешь территории, которые тебе приносят прибыль, да, ты там ману добываешь, золото добываешь, которое тебе нужно, ты добываешь какие-то ресурсы, ты нападаешь на монстров, причем разного уровня, разной сложности. Помимо всего, ты еще можешь напасть, скажем так, на чужие замки. Вот видите, здесь рядом замок, и вот они тут территорию захватывают, да. А мы вот тут территорию захватываем, и мы можем теоретически взять вокруг этого замка всю территорию захватить. Но, опять же, там было так же прикольно реализовано то, что, как бы, немножко ломало эту фигню, что, там, как бы, чем больше, там, тем лучше ее, там, все-таки, ты ищешь... Вот каждая эта клеточка, она какого-то определенного уровня, и она дает какую-то определенную прибыль. То есть, если клетка эта маленького уровня, да, тебе ее легко захватить, но и, тем не менее, она тебе мало прибыли будет приносить. Потому, как бы, поначалу мы, конечно, взяли, завоевали тут всю территорию вокруг, у нас тут был квадратик красивый, вот это вот все. Но потом мы поняли, что это невыгодно, что невыгодно захватывать каждую клетку, и потому это было все натыкано. Смотришь, там, четвертый, пятый, шестой уровень, да, и вот ты его захватываешь. Потому это все точками было сделано. Конечно, тоже в Castle Clash New Dawn эта локация не лишена, скажем так, проблем. Но, в принципе, это даже, даже, это в любом случае, даже если просто вот реализуют, хотя бы как в Castle Clash New Dawn, это будет интересно. Хотя есть много вещей, которые можно улучшить и сделать еще интереснее. И там реально зарубы, и бывали фишки такие, что мы даже переносили свой замок, и это было тоже сделать нелегко, это конкретно нужно. Нужна была работа в команде, потому что там перенос замка зависел от каждого сагильдийца. То есть нужно было идти как бы со всеми сагильдийцами захватывать в ряд, ну то есть из этих захваченных точек делать дорогу до того места, где ты хочешь поставить замок, не считая всех остальных проблем. И то есть как бы, а потом еще сделать так, чтобы сагильдийцы все вышли из каких-то там захваченных, к примеру, ферм, чтобы можно было замок перенести. То есть это прям работа в команде, в команде, в команде. Это было интересно, и на самом деле это та вещь, которую, которой не хватает в битве замков. Опять же, конечно, давайте смотреть на эту ситуацию объективно, и объективность заключается в том, что хочется верить в лучшее, но не будем забывать про, во-первых, таланты разработчиков. Первый талант разработчиков заключается в том, что все даже самые свои крутые идеи, какие-то интересные локации, они делают через одно место. То есть давайте вспомним линию обороны. Ну то есть у нас были на эту локацию огромнейшие надежды, друзья, но они все запороли и все просрали. Это первый момент, и я не удивлюсь, если, к примеру, у разработчиков битвы замков не хватит мозгов сделать так же интересно. Даже не то, что сделать, а просто скопировать механику у игры Castle Clash New Dawn. Хотя бы просто скопировать, чтобы было так, я не прошу сделать лучше, но хотя бы чтобы было так же. То есть я не удивлюсь, что у них даже не хватит на это мозгов, и они сделают все через жопу, вот, с уклоном в какой-то там донат или еще что-то. И это первый момент. Второй момент заключается в том, что, к примеру, в Castle Clash New Dawn игра построена совершенно на... Я забыл это слово. На совершенно другом движке. Совершенно на другом движке, а битва замков, наша с вами любимая, она сделана на старом движке. Я даже не знаю, возможно ли в ней реализовать те вещи, которые реализованы в Castle Clash New Dawn. Возможно, возможно, как это бывает часто, еще раз, да, повторюсь, это просто информативное, рекламное зазывало. То есть если вы зайдете в Play Market или Google Play, я все не помню, как он там называется, то вы там можете увидеть, что там дофигища красивых, каких-то невероятных скринов с битвы замков, но зачастую они не совпадают с реальностью. Потому я наполнен оптимизмом, я наполнен оптимизмом даже вместе, грубо говоря, с клубом игроков Castle Clash, с Телеграмой и Контакта, да, ребята тоже надеются и верят в то, что будет реализовано то же самое, как и в Castle Clash New Dawn. Но, тем не менее, я не могу не признать того факта, что есть, как бы, конкретные, в кавычках, таланты у разработчиков. И плюс не будем забывать про тот факт, что, да, ребята, как бы движок у игры другой. И вот эту вот картинку, то, что мы сейчас видим, ребята, это может быть просто какая-нибудь такая информативно-маркетинговая картина. Вот, в любом случае, ждем, ждем с нетерпением обновления. И, как бы, наполняемся надеждами. И, возможно, возможно, наконец-то, заходя в гильдию, вот, в здание гильдии, такой сюда заходишь, и вот эта вот фигня скоро будет. Здесь, здесь она заполнится чем-то реально полезным. Вот, и, как бы, хотелось бы на это надеяться, хотелось бы на это верить. И давай я даже, знаешь, что я возьму, зачитаю, зачитаю, ребята, то, что, то, что, вот, к примеру, написали ребята в Телеграме. Так, гилд рояль. Большое поле с координатами и разделение карт на несколько зон. Пусть пустые клетки, клетки с ресурсами. Дальше. На скрине не видно монстров, но есть предположение, что они тоже будут. Но это было бы глупо, не пускать монстров. В любой, даже, самой сраной игре есть монстры на большой общей карте, да? Карте. Ресурсы нужны для того, чтобы нанять обычных юнитов и героев. В принципе, ну да, да, да. Гильдия появляется в рандомном месте, и в дальнейшем, бы ее перенести потребуется специальный предмет. Да, так было в Castle Clash New Dawn. Вражеские гильдии могут отвоевать ваши клетки, да. Главный форт уничтожить нельзя. Генау. Хотя было бы прикольно. Взял, к примеру, уничтожил главный форт какой-то гильдии, и все. И гильдия неделю не может восстановиться. А потом в рандомном месте снова восстанавливается. Вот тогда бы были бы зарубы. Вот тогда представьте срачи между топовыми гильдиями. Какие войны были бы. Просто там... Тревога, тревога! На нас нападают! И вот это вот все. Вам доступен один слот для создания пачки героев. В нее входит 5 героев и юниты. В зависимости от класса героя определяется тип юнита. Вообще... Вообще было несколько слотов. Несколько пачек таких было. Если не ошибаюсь. Для разблокировки новых слотов необходимо увеличить уровень главного здания на своей базе. А, ну вот. И скорее всего за новую локацию добавят нового героя для фарма. Зеленый плющ, либо меха самурай. Ждем новую локацию в этом обновлении. Пиши в комментариях, будешь ты ждать локацию в этом обновлении, или не будешь ты ждать локацию в этом обновлении. Еще раз давайте... Как бы я просто вам говорю, наверное, просто выдаю желаемое за действительное. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы вот сделали то же самое, как в Castle Clash New Dawn. Потому что, как там проработанная гильдия, там реально очень круто. Даже просто я уже молчу не то, что про эту локацию, а про то, что ты можешь там для сагильдийцам всем массовую рассылку сообщений делать. То есть там донаты в гильдию, там одно, второе, третье. Там очень много таких маленьких приятных мелочей, связанных с гильдиями, и это реально прикольно. Вам пожелаю огромнейшей удачи, и всем пока.